Даже если вы сидите на диете, это не повод отказываться от чая с печеньем. Это печенье можно испечь на этапах атака и круиз. Диета дюкана позволяет использовать овсяные отруби. Попробуем, как приготовить печенье по дюкану. Это очень легко и просто, и я сейчас вас научу. Овсяные отруби обязательно нужно размолоть в муку, это позволит печенью быстро испечься в духовке. Помните главное правильно диеты, дневная норма отрубей на этапе атаки, 1 столовая ложка на круизе, 2 столовые ложки этап закрепления и стабилизации, 3 ст.л. Это печенье можно испечь как на силиконовом листе, так и в силиконовых формочках, ведь тесто жидкое. Пробуйте и худеете с удовольствием. Подготовьте продукты для печенья. Заменитель сахара можно использовать по вкусу, а можно совсем убрать его, тогда печенье получится пресным. Отруби нужно размолоть в муку, для этого отлично подойдет кофемалка. Соедините овсяные отруби с теплой кипяченой водой. Перемешайте и оставьте на минуту, пусть отруби разбухнут немного. Яйцо разделите на желток и белок. Желток отправьте в мисочку к отрубям. Белок миксером взбейте со щепоткой соли до устойчивых пиков. Добавьте разрыхлитель и заменитель сахара. Можно использовать порошок стеви или сахарозаменитель в таблетках. Их предварительно растолките в ступке до образования порошка. Теперь введите белок. Хорошо перемешайте все. Масса для печенья воздушная и не очень густая. Противень застелите пергаментом. Столовой ложкой набирайте тесто и выливайте на бумагу на расстоянии друг от друга. Выпекайте печенье при градусах минут остудите. Потом снимите с бумаги, оно легко отходит и не прилипает. Угощайтесь!